Я продолжаю отвечать на вопросы от Романа Вернера по поводу раскрутки сайта и раскрутки своего блога. Он задает вот такой вопрос интересный. Какую ты сумму платишь за копирайтинг, рерайтинг, ну автором, грубо говоря? То есть речь идет о том, сколько стоит работа для людей, которые пишут тексты, которые пишут статьи, журналисты. В общем, у меня богатый опыт работы с копирайтерами, с журналистами, с рерайтерами и так далее. В общем, с суммой я платил самые разные. Самая дорогая статья, которую я оплатил, она стоила 5000 рублей. Мне выкатили счет за эту статью. Это был перевод англоязычной статьи, которая называется «25 секретов успешных людей». Статья называлась «25 секретов успешных людей». Можете посмотреть на сайте agrashbiz.ru, она висит до сих пор. Я за нее отдал 4500 рублей. Когда мне выкатили счет 5000 рублей, я был в шоке, потому что, ну, я думаю, будет дешевле сделать этот перевод. 4500 рублей. Были статьи, за которые я платил 1000 рублей. Были статьи, за которые я платил чуть больше 1000 рублей. Много статьи, за которые я платил 500, 600, 300, 200. То есть как договоришься с авторами. Я знаю, что сейчас есть люди, которые заказывают статьи по 40 рублей за 1000 знаков. То есть платят намного меньше, чем я платил в свое время. Но нужно уметь организовать людей. Нужно уметь заставить за такие деньги писать качественный контент. Я считал, что качественный контент стоит больших денег. Однако, ну, и охотно переплачивал авторам за качественные материалы. Но практика показала, что далеко не всегда, когда ты платишь много, статьи получатся действительно классными. У меня было несколько авторов, статьи которых мне очень нравились. И я с удовольствием переплачивал за эти статьи 600, 700, 800 рублей. Это до кризиса было. И на тот момент это были большие деньги, так скажем. Вот. Дешевле было работать с переводчиками. То есть когда я набирал какие-то списки англоязычных статей, интересных, которые мне показались интересными, с англоязычных конкурентов. Потом раздаешь их переводчикам и получаешь результат. То есть тут главное найти переводчика, у которого нормальный русский язык. То есть который может некрасноязычно переводить. Это, такая работа обходится дешевле. Я нанимал человека в штат. Мне, в общем, за 5 с чем-то тысяч рублей делали 8 статей в месяц. Ну, были какие-то фрилансеры тоже, которые там за 5 тысяч рублей делали тоже там 6 что ли статей или 8. Сейчас я уже не помню. Ну, в общем, ну, очень разные расценки. Бывало и за 200 рублей я получил неплохую статью. За 300 рублей получил неплохие статьи. Бывало за 400. То есть тут как договоришься с авторами, сколько примерно времени уходит на статью объема 3,5 тысячи знаков. Ну, это порядка полутора страниц с формата А4, то есть для тех, кто не знает. Ну, я такую статью могу записать, написать за 30, ну, может, 40 минут, если я хорошо разбираюсь с теми, в которой пишу эту статью. И можно написать минут за 20. То есть для меня это легко. Вот тут вот Роман пишет так быстро, 30 минут, 30 минут. Он говорит, что он пишет такой же объем за, ну, первую статью, которую он писал, такого объема он написал за 3 часа. Ну, здесь я советую для ускорения работы писать план статьи, перед тем, как писать ее, перед тем, как печатать. Пишешь план, составляешь, ну, основные опорные пункты, хотя бы 6-7 опорных пунктов таких, и это упростит работу. То есть ты большую работу разбиваешь на несколько маленьких кусочков, и это уже упростит работу, тебе будет проще формулировать мысли. Потому что у тебя уже записан план, ты, допустим, выбираешь как бы подпункт, и уже пишешь все, что думаешь про этот пункт. В общем, со временем у тебя появляется навык написания статей, и для тебя написание статей не будет представлять особой сложности. То же самое, кстати, с видеоблогом. То есть когда ты пару сотен видео запишешь, ты не будешь путать слова, тебе будет легко записывать видео. И чем дальше, тем легче. То есть это навык, написание статей это навык, и в принципе, то есть со временем ты можешь научиться писать очень быстро статьи. Еще один вопрос. Ты в социальных сетях продвигался или люди подписывались со временем сами? Рассказываю. Короче, в социальных сетях я особо не продвигался. В основном люди сами подписывались. В настоящий момент у меня порядка, наверное, 2000 подписчиков на сайте garagebiz.ru ВКонтакте. На том же сайте у меня есть порядка 800-900 подписчиков на e-mail базе. Потом у меня есть какое-то количество, небольшое количество подписчиков в Твиттере. Там 200, может быть, человек. И есть у меня в Ютубе 1900, по-моему, 1903 подписчика. Это тоже все сами люди пришли. Как-то раз я просил продвинуть свою группу ВКонтакте. Я просил живых подписчиков накрутить. Но мне накрутили каких-то ботов непонятных. Причем два исполнителя. В итоге я сейчас не знаю, сколько у меня живых подписчиков ВКонтакте, в группе ВКонтакте. Потому что у меня половина накручена, половина сами пришли. И никому не советую никогда ничего накручивать. Потому что смысла в этих цифрах просто нет. В социальных сетях я особо никогда не продвигался. И особо социальным сетям никогда не занимался. Потому что мне это не очень интересно. Мне интересно всегда было создавать контент какой-то. Может быть, статьи писать. Поначалу было интересно. Сейчас вот стало интересно записывать какие-то развивающие видосики. Мне эта тема стала моим новым хобби. Прямо второе дыхание какое-то появилось в деле блогинга. То есть для меня это новое направление написания. Раньше я с большим удовольствием писал статьи. Сейчас это рутиной стало. Сейчас я с большим удовольствием пишу видео. Сколько у тебя статей на сайте garagebiz.ru? На память не помню. Сейчас точную цифру скажу. Все, посмотрим. Все, записи в блоге 6637. Тут есть порядка 1100 комментариев к статьям. Плюс еще есть комментарии, которые были в ВКонтакте. Там еще несколько тысяч комментариев ВКонтакте. Какое-то количество комментариев через Facebook делалось. Там потом... Ну, то есть в совокупности, наверное, 5000 статей. И, наверное, 5-6-7 тысяч комментариев. Вот примерно такие цифры. Это очень много. Но это за период... Вот тут спрашиваешь ты, за какой период это было? За какой период у тебя эти статьи накопились? Ну, я уже говорил с июня 2009 года. По-моему, 9 июня я запустился. И, то есть, я этим занимаюсь уже, получается, сейчас 17-й год. Ну, в этом году, получается, 8 лет будет. То есть, это за длительный период времени. Но сейчас я понимаю, что я зря, конечно, гнался за количеством статей. Может быть, стоило писать более развернутые статьи, более такие... Более основательные статьи. И тогда бы, может быть, не было бы проблем, с которыми я сейчас столкнулся. Какой у тебя сейчас трафик на сайте? На сайте garagebiz.ru раньше было намного больше трафика. Сейчас там человек 500 в день, 600-700 в день. Ну, если повезет, может, 800 в день. Это вообще ни о чем. Почему? Потому что раньше на сайте частенько посещаемость была 10 тысяч читателей в день, 7 тысяч читателей в день, 15 тысяч читателей в день. То есть, раньше у меня вот такие цифры были. Рекордная посещаемость у меня была, по-моему, в декабре 2014 года, если не ошибаюсь. А тогда у меня там 2 дня рекордных было. Там 100 тысяч читателей, 105 тысяч читателей в день. Среднемесячная посещаемость была 30 с лишним тысяч читателей в день. То есть, это огромные цифры для меня были. и вот самый потолок, которого удалось мне достичь. На сегодняшний день у меня трафик срезало. Ты мне задаешь вопрос, почему так упало. Ну и я предполагаю, почему так упало, потому что, вероятно, недостаточно внимания уделил качеству материалов и в конце концов поисковые системы перестали высоко ранжировать мой сайт. То есть до какого-то периода времени это работало, качество моих статей подходило. Сейчас, мне кажется, дело в качестве все-таки статей. Может быть, еще дело в том, что я слишком много пресс-релизов продал с сайта. Это вот второй фактор. Скорее всего, все вместе. Вы знаете, что поисковые системы ранжируют по сотням критериев. Продает ли сайт ссылки или не продает, это влияет на ранжирование этого сайта в интернете. Качество статей тоже влияет, поведенческие факторы влияют и так далее. То есть много чего влияет. И что стало причиной? Сложно сказать, на самом деле. Ну, скорее всего, причина в качестве, низкое качество статей, недостаточно высокое качество статей. Еще один вопрос. Ты составлял изначально семантическое ядро для сайта или под каждую статью ищешь поисковые запросы? Семантическое ядро я не составлял. Но, может быть, стоило этого сделать. То есть, когда я запускал свой сайт, я про термин семантическое ядро и вообще про поисковую оптимизацию вообще ничего не знал. То есть, я про это узнал позже. Когда прошло первые полгода, у меня трафика ни хрена не было. И я начал уже искать информацию про поисковую оптимизацию. И тогда уже узнал, что бывает семантическое ядро, бывают ключевые запросы и так далее. То есть, Роман спрашивает, думаешь делать редизайн с сайта garagebiz.ru или развивать сайт дальше, или уходить в новый проект? Что касается сайта garagebiz.ru, то он переходит в формат видео. И сейчас я им занимаюсь. То есть, я сейчас записываю видосик для этого сайта. В принципе, буду развиваться в формате видео. Мне потому что эта тема, кажется, и перспективной, и интересной. Еще ведешь какие-нибудь проекты? Что касается проектов, у меня сейчас два блога, то есть, garagebiz.ru, второй портал про саморазвитие.ru и третий проект в рамках основного моего сайта – это видеоблог. То есть, видеоблог может сказать, что это третий проект. Еще у меня есть один замороженный автопортал. Ну, я им не занимаюсь, если честно. Потому что нет желания. Главное то, что нет желания. Потому что, в принципе, развивать можно было бы идея перспективная. Там уже есть заготовка для сайта. Но у меня нет желания им заниматься. И не знаю, что с ним делать. И удалять этот сайт жалко. Потому что какое-то количество денег и времени я на него потратил. Потратил на дизайн этого сайта, потратил на домен. Потратил на статьи, покупал статьи, писал статьи. Ну, то есть, там есть кое-какие интересные материалы. Есть все для того, чтобы развивать этот сайт. Но желания им заниматься нет. И деньги, желания вкладывать тоже нет в этот сайт. На что Роман отвечает? Вот хочу вложить в автотематику. Но конкуренция большая. То есть, сайт-заглушку публиковать не хочется. Она полноценная продажа, шин денег нет. Вот здесь я с тобой абсолютно не согласен. Автотематика, конкуренции нету. Нету вообще. Потому что, ну, нет, она какая-то есть, конечно, конкуренция. Но таких стоящих сайтов по автотематике, да. Ну, их немного на самом деле. И если ты разбираешься в авто, если тебе интересна тематика авто, если ты умеешь чинить авто, если ты понимаешь что-то в выборе авто, то тебе просто дорога заказана для того, чтобы делать этот проект какой-то про автомобили. То есть, по моим наблюдениям, раскручивать автотематику сравнительно просто. Проще, чем деловая тематика. И это перспективное направление. Но этим нужно гореть, этим нужно заниматься. То есть, как я уже говорил, мне это не очень интересно. И если тебе не интересен проект, которым ты занимаешься, то круто не получится. Будет стрёмно, будет посредственно. Ну, можно будет срубить денег. Но, блин, блин, хорошо не получится. То есть, тут важно, важно, как бы, гореть этим проектом. То есть, если ты вот хочешь заниматься проектом, у тебя вот прям глаза горят, то ты и без денег запустишься. А если ты просто хочешь вложиться в прибыльную тематику, ну, тут надо уметь вложить деньги, чтобы потом это было прибыльным реально. То есть, я знаю людей, которые дешево покупают контент и в промышленных масштабах делают сайты тематические. Зайди на форум www.searchinjins.ru и посмотри, кто чем занимается. Зайди в раздел найма сотрудников, посмотри, какие сотрудники требуются. И ты поймёшь примерно, кто чем занимается, кто сколько за это платит и что вообще сейчас у вас требовано на рынке. И автотематика одна из востребованных тематик. И по ней охотно покупаются статьи. И по ней охотно заказывают статьи. То есть, если ты, допустим, разбираешься в ремонте авто, то ты без труда продашь свои статьи, допустим, человеку, который ведёт какой-то тематический блок. И раскрутить блок по автотематике будет просто, я так думаю. Но тематикой нужно интересоваться. Иначе ничего не получится. То есть, я уже... Я вот, кстати, вчера, сегодня, получается, опубликовал свой видеообзор про свою машину, Skoda Yeti. И я себя поймал на мысли, что автообзорчик из меня херовенький. Хотя обзор получился неплохим, на мой взгляд, технически. Я неплохо снял его, неплохо записал его, смонтировал здорово. То есть, вложился реально, много сил потратил. Друг мне помог с съёмками с квадрокоптером. Я что ещё сделал? Я сделал съёмку дома, сделал съёмку на месте с зеркальной камерой. Потратил время на монтаж. Несколько часов потратил на монтаж. То есть, потратил время для того, чтобы всё это свести. Там много видеороликов было, я это всё свёл. Но я, блин, знаешь, я почувствовал, что, блин, это не моё. Автообзор это не моё. То есть, вот тебе ниша, берёшь, допустим, камеру и начинаешь снимать, допустим, про машины. Vada, там, VAS2109, VAS210, Vada Granta, Vada Kalina, Renault Logan, Renault Duster и так далее. Сколько у нас моделей авто актуальных? Наверное, штук 50-100 точно вот таких вот популярных. И если ты качественно снимешь эти видосики, допустим, они гарантированно будут собирать огромный трафик. То есть, на этом можно подняться и сделать ими себе. Но другой вопрос, что у меня эти машины вообще, блин, по барабану. То есть, меня не вызывают вообще никаких эмоций. То есть, я очень интересовался автотематикой, когда мечтал о первой машине. То есть, когда у меня появилась машина, мне стало просто по барабану вообще. То есть, вообще неинтересно это стало. И, в принципе, мне неинтересно сейчас снимать какие-то видеообзоры. То есть, про свою машину я просто снял видеообзор, потому что я на ней уже там полтора года отъездил. Знаю про все плюсы и минусы про эту машину. И, как говорится, с душой снял. Но делать обзоры на другие тачки, то есть, сделать так же классно, как Top Gear, у меня не получится, потому что я просто, просто не горю этим. А вот посмотреть, допустим, шоу Костя Константин Заруцкий ведет. Это известный видеоблогер. Вот у него видео про автомобили по качеству находится на уровне Top Gear. Просто потому что его таращить от этого. Вот такой секрет успеха. То есть, заниматься нужно тем, что тебе нравится, и тем, что востребовано людьми. То есть, найти пересечение вот этих двух областей. И все, ты найдешь своих людей, если ты найдешь свой трафик. И тебе не нужно будет семантическое ядро подбирать. И вопрос о том, что там исполнители неправильно ключи вписывают, он отойдет на второй план. Ты просто, ты заставишь их писать статьи так, как тебе надо, если ты будешь делать проект, к которому у тебя лежит душа. Вот такое вот было мнение. Не знаю, было ли интересно эти ответы на вопросы кому-то или нет, но все-таки я что-то понимаю в раскручке сайтов, так что я думаю, это видео будет кому-то да полезным. Друзья, на сегодня все. Я боюсь, что слишком поздно уже, 11 час ночи, и, наверное, мешает спать соседям. Мне их даже жалко, потому что у нас картонные стены, все слышно просто. Давайте будем закругляться. Удачи вам, до встречи. И пока. Увидимся в новых видео. Счастливо.